Тёплая зимняя обувь с пальто и шуб. Материалы для изготовления бурок есть чуть ли не в каждом доме, говорят волонтёры. Это пальто суконные, не синтетические, жевательно натуральные. В них есть ватин. Мы используем и ватин. Верхнюю одежду, из которой делают бурки, приносят соседи, знакомые и волонтёры. Всё это становится обувью, которая согревает украинских военнослужащих в морозы. Когда-то давным-давно ходили в таких бурках. Зимой гавоши, бурки и никогда не мёрзли ноги. Потому мы и стали их шить. Мы, когда начинали, никто не умел шить. Научились. Это несложно, не требует квалифицированной работы. Это могли бы шить в каждом селе. Четыре женщины, две машинки уже шьют. Собрали команду, научились. И теперь 18 женщин ежедневно создают тёплую обувь для украинских военных. Часть волонтёров собирается на небольшой кухне дома. Работают вручную. Процесс начинается с выкройки. Делают заготовки наиболее ходовых – 44-го и 42-го размеров. Я могла бы сидеть дома. А так дома говорю – иду на работу. Я прихожу первая, а потом приходят все. У каждого волонтёра своя часть работы. Некоторые берут детали домой, сшивают их дальше, части бурок сшивают на машинке. Елена Райгудская освоила швейное дело и теперь всё свободное время посвящает помощи военным на передовой. И в субботу приходим, и в праздничные дни, потому что хотим, чтобы ребятам было тепло, помогать фронту. Запрос такой есть. И хочется, чтобы ребята зимой не мёрзли. Хочется, чтобы они могли прийти, снять свои берцы, переобуться, согреться и почувствовать какое-то домашнее тепло. Уют. За день волонтёры могут сшить до 10 пар зимней обуви. За два года обули в своей бурке около 300 бойцов. Тут на ногах, когда из галоши достал и вечером просушил, никогда нет грибка. Тут всё натуральное. Оно забирает влагу и всегда сухо и тепло. На морозе 12 часов не выстоишь ни в какой обуви. Никакие берцы, никакие ботинки не выдержат. Это только такие натуральные бурки выдержат. Кроме бурок, женщины шьют для военных и тёплые рукавицы из натуральной ткани. Мы так думаем, что это очень подходит для артиллеристов, потому что он в мороз должен держать в руках металл. Тут есть и маскировочные коверы для шлемов – зимний и летний варианты. Так они называют – талый снег, а вот другой – это уже для степи. Все материалы, которые тут используются, волонтёры не покупают. Единственное, на что собирают деньги – на резиновые галоши. Их покупают, чтобы можно было использовать в паре с буркой. Зимой волонтёры стараются работать без выходных, чтобы пошить как можно больше пар обуви и сразу передать их на фронт украинским защитникам. Анастасия Лисовая, Денис Филюк для телеканала Freedom.